Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 12 апреля, вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании Fibo Group. Начинаем по традиции с валютной пары евро-доллар. Ослабление доллара США продолжает оказывать поддержку котировкам пары, но активность покупателей над психологическим уровнем сопротивления 1.13 остается умеренной. К тому же необходимо учитывать близость следующего уровня сопротивления 1.13.25. Умеренное ослабление котировок пары сопровождалось уменьшением открытого интереса объемов торгов, указывая на преимущество покупателей. Волатильность торгов снижается, существенно отдаляясь от среднего показателя за полгода, что увеличивает вероятность появления сильного ценового движения. Активные покупки по рынку уже нецелесообразны, но дальнейший рост к 1.13.25 рассматриваю в качестве основного сценария на сегодня. Сейчас перейдем к паре фунт-доллар. Несмотря на ослабление доллара США, активность покупателей остается очень низкой. Исходя из этого, риск возобновления нисходящего движения к уровню поддержки 1.29.90 остается повышенным. Котировки пары удерживаются в сужающемся ценовом диапазоне, указывающем на явную неопределенность рынка. Волатильность торгов продолжает снижаться. В четверг она составила всего 59 пунктов, при среднем показателе за месяц в 125 пунктов. Поэтому есть риск появления сильного ценового движения. Очередной пробой поддержки 1.30.50 может спровоцировать волну распродаж по данной валютной паре. Переходим к паре доллар США – канадский доллар. Ослабление доллара США, а также возврат нефтяных котировок выше отметки 64 оказывает давление на пару. Но все еще качественных торговых сигналов по данной валютной паре нет, так как котировки удерживаются в широком боковике. Укрепление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса, указывая на преимущество покупателей. Волатильность торгов увеличилась, но сегодня может оставаться в пределах средних показателей за месяц и полгода. Активные продажи над уровнем поддержки 1.33 уже не целесообразны. При этом, лишь фиксация котировок пары над уровнем 1.34 позволит говорить о возобновлении восходящего движения. Переходим к событиям сегодняшнего дня. Увеличение интереса к риску оказывает давление на доллар США, который теряет позиции практически по всему спектру рынка. При этом и японская иена, выполняющая функцию защитного актива, снижается с начала азиатской торговой сессии. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Оставайтесь в фокусе. С компанией Fibogru. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова